Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодняшнее наше практическое занятие посвящено работе с цифровыми камерами, установленными на микроскопах. Мы поговорим об основных понятиях, таких как динамический диапазон, о том, как правильно подобрать параметры, такие как выдержка, яркость света, усиление камеры для того, чтобы получить подходящее по качеству изображение. Мы поговорим о калибровке полученных изображений по размерам, поговорим о вычитании фона, ну и сделаем некоторый экскурс в то, что можно делать теперь при помощи моторизованных современных микроскопов. Ну и начнем мы с вами с такого понятия, как динамический диапазон и гистограмма изображения. В стандартном программе обеспечения от фирмы Leica гистограмму камеры можно открыть в левой вкладке, она нам понадобится для дальнейшей работы. На этой гистограмме по оси OY отложено количество точек, а по OX яркость точек. То есть то, что мы сейчас видим на нашей гистограмме, у нас практически нет точек, которые близки к абсолютно черной точке, и у нас нет практически точек, которые близки к максимально яркой точке. Это наиболее правильное положение для съемки на камеру. Ведь дело в том, что если у нас какие-то точки окажутся ярче, чем то, что мы приняли за самую яркую, то данные о них мы потеряем. Мы их приравняем к этому максимальному значению. То же самое и с точками, которые будут слишком темными. Для упрощения настройки мы можем воспользоваться так называемыми псевдоцветами. Когда самые темные точки, где-то в районе 5% самых темных точек и 5% самых ярких точек, на даже нашей черно-белой камере будут показаны цветными. То есть точки, которые слишком темные, будут показаны синим цветом. И здесь мы можем терять данные, может просто не хватать нам света. А те точки, которые будут слишком яркими, будут показаны красным цветом. И таким образом можем визуально при съемке определить, какие точки у нас выходят за пределы нашего допустимого динамического диапазона. Какие точки могут при съемке быть недостоверно воспроизведены уже в цифровом формате. Обратите внимание, сейчас мы создали ситуацию, когда у нас изображение нашего препарата слишком яркое. И с правой части графика, в диапазоне самых ярких значений, у нас появляется вот такая вот полоска. Это означает, что у нас очень много точек с максимальным значением яркости. И нетрудно представить себе, что для этих точек значение яркости мы потеряли. Они приравнены к наиболее яркому значению. Давайте исправим ситуацию. Исправлять мы можем эту ситуацию разными способами. Мы можем с вами регулировать как яркость самого света. В данном случае у нас препарат снят в проходящем свете, поэтому это просто яркость нашей лампы накаливания. Также мы с вами можем регулировать экспозицию или по-другому выдержку. Сколько времени мы накапливаем изображение, прежде чем начинаем считывать с камеры. Также у нас есть такое понятие как усиление камеры, но здесь не все так просто. Чуть дальше я покажу, почему усилением следует пользоваться для вот таких фиксированных препаратов в последнюю очередь. Ну и также на следующем занятии, когда мы будем говорить о конфокальных микроскопах, я покажу на микроскопе CES камеру с так называемым электронным усилением EMCCD. И там будет два ползунка усиления просто и EMCCD усиление, которое мы тоже можем регулировать. Более того, для этой камеры мы можем регулировать с вами так называемый биннинг. Мы можем объединять несколько точек в одну точку, складывая их значения и тем самым получать большую яркость изображения. То есть, как видите, для того, чтобы уместить наше изображение вот в такую гистограмму яркости, у нас есть много способов. Давайте посмотрим более подробно каждый из этих способов. И первые два способа мы с вами уже успели применить. Мы с вами регулировали яркость самой лампы и мы с вами регулировали экспозицию. Теперь давайте попробуем добиться такой же картинки, используя уже усиление камеры. То, что на других камерах у нас по-английски будет называться Gain. И посмотрим, в чем будет разница при такой же яркости картинки, которую мы получим при помощи увеличения яркости света или выдержки, или при помощи увеличения усиления. Видно, что увеличение усиления позволило нам значительно сократить выдержку. И в принципе это может быть полезно, если, например, мы работаем с клетками, которые не очень любят свет, или если наш объект быстро двигается. И в случае, если у нас будет длительная экспозиция, то изображения этого объекта будут смываться. Но если у нас препарат, как в данном случае, фиксированный, света не боится и никуда не двигается, конечно, использование усиления не очень оправдано. Давайте посмотрим, почему. Как видите, сейчас на изображении очень хорошо виден шум. Яркость соседних точек у нас очень резко меняется. И на каждом кадре получается немножечко другая, что, конечно же, будет мешать нам при дальнейшей обработке изображения. Давайте сделаем снимок в таком режиме и сравним с ранее полученным изображением. В верхней части экрана у нас усиление равно максимальному 10. И рамочкой желтой обозначен участок, который мы с вами увеличили и вынесли отдельно в правую сторону изображения. Нижняя часть изображения усиление равно 1. И точно так же участок такой же увеличен. Обратите внимание на точки большей и меньшей яркости верхней части, так называемый шум, который может нам мешать в дальнейшем, например, при выделении этих областей, при подсчете, при подсчете интенсивности яркости свечения. Поэтому, конечно же, использование усиления на камере может быть только в том случае, когда вы точно знаете, зачем оно. Это возможно, когда вам нужно уменьшить выдержку, например, когда вам нужно уменьшить количество света, которое попадает на образец. И, в принципе, все. Вернем нашу камеру в обычное состояние. Вернем усиление равному 1. И вторая проблема, с которой нам часто приходится встречаться, даже если у нас микроскоп абсолютно правильно настроен по келлеру, даже если у нас лампа абсолютно хорошо отцентрирована и все остальное, у нас всегда будет наблюдаться незначительное винетирование. То есть края изображения у нас будут чуть-чуть более темными, чем центральная часть изображения. Так как у нас линзы в основном сферические, то понятно, чем больше у нас угол наклона на разделе фаз с разным коэффициентом преломления, тем больше будет отражения. Ну и понятно, что луч, идущий по оптической оси, будет отражаться меньше, чем луч, идущий где-то сбоку и испытывающий каждый раз при переходе из одной фазы в другую гораздо больше угол. Гораздо большее, соответственно, отражение. Как можно бороться с этим эффектом? Можем использовать так называемое вычитание фона. Дело в том, что вот это изменение яркости, оно для данного объектива, данной камеры, данной настройки микроскопа будет являться константным. И мы, в принципе, можем с вами его из нашего изображения убрать. То, что мы сейчас видим на экране, это изображение нашего объекта плюс верномерность нашего освещения. На самом деле не плюс, а домножить. Отдельно на курсе по морфометрии мы будем разбирать почему. Если мы теперь сдвинем наш препарат на какой-то участок, где самого препарата нет, и сможем снять просто пустое поле, то дальше мы можем при помощи обработки, которую я покажу, вернуть нашему изображению ровный, хороший фон, когда у нас не будет вот этих перепадов. На что нужно сразу обратить внимание? Просто вынуть препарат и снять изображение с вынутым препаратом мы не можем, потому что стекло, иммерсионная среда и покровное стекло – это части оптической системы микроскопа. Давайте это сделаем. Передвинем препарат на участок, где у нас нет ничего нас интересующего, в условно пустое поле, и сделаем один снимок. Для дальнейшей обработки мы можем открыть две получившиеся у нас картинки. Картинку фона без препарата, картинку препарата, программки Fiji, она же ImageJ, но уже с добавленными сюда плагинами и дополнительными возможностями. И теперь мы можем с вами поделить эти картинки друг на друга. Если помнить из лекции, полная формула включала в себя еще темный кадр. Ну и если делать все совсем правильно, то вот таких кадров пустого поля нужно сделать много, потому что здесь, видите, есть некая пыль от препарата и так далее. И, конечно, нам хорошо было бы снять 20-30 препаратов пустого поля, взять от них изображение медианное, где остаются только неподвижные части, это, собственно говоря, наш фон, и использовать его. Ну, для простоты сегодняшнего занятия мы возьмем одну картинку, одну картинку нашу, где у нас есть и препарат, и, как видите, нейромерности фона. И первое, что мы можем сделать, если мы хотим сохранить среднюю яркость изображения, мы можем выделить его, Ctrl-A, и померить его через Analyze и Measure, либо нажать Ctrl-M. И вот, пожалуйста, среднее значение яркости этого изображения у нас порядка 84 единиц. Ну, изображение, конечно, не очень хорошее снято. Мы можем посмотреть заодно в гистограмму, видеть, что гистограмма его распределения выглядит как-то вот таким образом. Вот эти вот яркие точки, это, соответственно, относится к линейке. Ну, и давайте теперь попробуем сделать с вами изображение с хорошим фоном. Для этого мы пойдем в процесс, калькулятор плюс, и здесь мы с вами можем выбрать изображение нашего объекта, 0.7 image, изображение нашего фона, мы собираемся как раз делить, 0.0.8 image, и здесь мы можем выбрать, что мы хотим с ним сделать. Мы хотим с вами поделить эти два изображения друг на друга, домножив на некий коэффициент, вот он, k1. k1 – это наша средняя яркость. Ну, и мы хотим, чтобы у нас это получилось в новом окне. Говорим ОК. И получаем с вами вот такое вот изображение. Как видите, средняя яркость изображения здесь сохранилась. Здесь было чуть ярче, здесь было сильно темнее. Вот теперь средняя яркость у нас такая. И если мы захотим, мы можем, во-первых, посмотреть на гистограмму теперь этого изображения. Видите, она теперь выглядит более ровно. Мы вот эти нервномерности, которые у нас были с обеих сторон, убрали. В принципе, мы имеем право, если захотим, присвоить максимальную яркость вот этому значению 90, минимальную яркость 0, и посмотреть, как это будет выглядеть. Давайте это сделаем. Image, Adjust, Brightness, Contrast. И можем здесь нажать Auto. Вот наше изображение, которое у нас получилось. Заметьте, что в этом изображении, по сравнению с исходным, края изображения у нас теперь ровные. Нет никаких лишних затенений, винетирования. И мы можем с таким изображением дальше работать, например, делать сшивку из нескольких изображений, если мы хотим сделать панораму. Следующая проблема, о которой нужно поговорить, это сопоставление виртуальных размеров нашего изображения, которое у нас дано в неких точках на камере, с реальными размерами на нашем препарате. То есть то, что мы можем назвать калибровкой изображения по размерам. Для этого мы можем взять известный нам объект. Ну, к любому уважающему себя микроскопу обычно идет вот такая вот микролинейка с известным шагом, с известной ценой деления. Можем положить ее под наш микроскоп вместо препарата и сфотографировать. Это линейка фирменная вот этого микроскопа от Лейки. К советским микроскопам обычно шла линейка немножечко другого вида. Сейчас мы ее тоже поставим. Я ставлю эти две линейки, потому что они немножко по-разному расположены. Лейковская линейка идет по вертикали, наша советская старая по горизонтали. Нам это понадобится, чтобы оценить форму точек на камере, являются ли они квадратными или немножко прямоугольными вытянутыми. Давайте ее тоже наведем с вами на фокус, фотографируем. У нас сейчас с вами отснято две линейки. Одна фирменная от Лейки вертикальная, вторая горизонтальная. Есть гораздо более удобная линейка, когда у вас размечена по горизонтали и по вертикали. В принципе, если вы знаете, что точка камеры у вас абсолютно точно квадратная, вам достаточно одного измерения. Конечно, эти изображения у нас уже откалиброваны в программе при съемке, но предположим, что на вашем микроскопе автоматически калибровка изображения не проставляется. И вы хотите понять, чему равны ваши точки изображения пикселя в реальных единицах измерения. Для этого мы можем взять нашу линейку, взять здесь инструмент, который отмечает линию, и провести линию от одного значения до другого. Мы точно знаем, что вот это расстояние на микролинейке – это 1 мм. И теперь мы можем в программе задать это соответствие. Для этого нам нужно будет пойти в «Анализ». После этого нам нужно будет пойти в «Set Scale». И здесь мы можем с вами заполнить. Это расстояние в точках, которое программа автоматически измерила из нашей линейки. Здесь можем известную дистанцию. Например, можем написать, что это 1000, и можем написать, что это у нас микрометр. В микрометрах удобнее. И вот эта галочка еще удобная, она позволит нам на всех открытых сейчас изображениях поставить точно такие же размеры. Давайте ее поставим. Нажмем «Ок». И посмотрите, у нас теперь вот здесь наверху изображение не только в точках посчитано, но и в микронах. Если мы теперь решим измерить длину вот этой нашей полоски, идем в «Анализ межа», мы видим, что его длина будет равна 1000 мкм. Можем точно так же проверить сейчас с вами вторую нашу линейку фирменную и провести здесь, скажем, тоже некое расстояние, точно так же, скажем, от 0,8, давайте, «Анализ межа» 3. Понятно, что так я делаю вручную. Здесь, возможно, небольшая ошибка. Также можем с вами посмотреть, чему у нас будет равна в данном случае длина. Как видите, мы практически не ошиблись, 500 мкм она должна быть, от 0,8 до 1,3. Ну, ошибка очень небольшая, меньше микрона, так что, в принципе, мы с вами откалибровались хорошо, и у камеры, это действительно так мы померили с вами и по горизонтали, и по вертикали, точка является квадратной. Теперь, если мы будем с вами работать с какими-то изображениями, так как мы поставили, что у нас эти значения хотим применить для всех изображения, то посмотрите, любые другие открытые изображения будут так же откалиброваны при этом увеличении. Конечно, если вы поменяете увеличение на промежуточные линзы вашей насадки, если вы поменяете увеличение на адаптере камеры, если у вас такое, если вы поменяете объектив, или если вы включите режим так называемого биннинга, объединения точек, для того, чтобы получить лучшее соотношение сигнал-шума или его большую яркость, то, конечно, это значение будет уже неверным. То есть, в принципе, самый лучший вариант, это когда вы снимаете то, что вам нужно, и дальше потом, на этом же увеличении, с этими же настройками камеры, то, что касается биннинга, снимаете микролинейку. После этого вы всегда сможете откалибровать ваше изображение. Еще одна проблема, с которой часто сталкиваются, это необходимость изредка снять гистологический препарат цветной на микроскопе, который оборудован хорошей, очень чувствительной, охлаждаемой, черно-белой, правда, камерой для флуоресцентного анализа. На самом деле, используя черно-белую камеру и используя набор из трех светофильтров, которые можно достаточно легко купить либо в фотомагазине, либо в других местах, сделав три фотографии с разными цветами и объединив их, можем получить цветную фотографию. Давайте посмотрим, как это сделать. Так, мы получаем первую картинку с красным светофильтром. Естественно, настраиваем с вами яркость, чтобы инстаграмка у нас уложилась, как нужно, весь динамический диапазон. Дальше снимаем для следующего светофильтра, следующего светофильтра и получаем три изображения, каждое из которых снята под своим светофильтром. Итак, мы с вами сняли наше изображение на черно-белую камеру, используя три светофильтра. Красный, зеленый, синий. Ну, я взял на себя уже работу по тому, чтобы вычесть из изображений фон. Мы это с вами уже делали, поэтому для каждого из них фон вычесть, чтобы не было видно вот этого винетирования. И теперь, так у нас есть снятые под тремя светофильтрами изображения, можем получить из них одно цветное изображение. Для этого мы пойдем в Image. Здесь у нас есть меню Color, цвет, и в нем у нас есть возможность объединить каналы, Merge Channels. И давайте мы с вами это как раз и сделаем. Для красного канала у нас картинка красный, для зеленого зеленый, для синего синий. И мы хотим получить объединенную картинку, уже цветную. Говорим ОК. И картинка, которую мы с вами получаем, вот так вот она выглядит, я ее немножко умею, чтобы было лучше видно. Она, как видите, содержит все эти цвета. Ну, конечно, контрастность картинки нужно было подрегулировать при съемке, но мы можем сделать это теперь постфактум. Например, сделать эту картинку сразу же в GB, чтобы это у нас была копия, с которой мы можем работать, чтобы не портить нашу исходную картинку. Ну, и здесь можем пойти Image, Adjust, Brightness, Contrast и попробовать контрастность этой картинки установить. Можно, конечно, здесь нажать Auto, и тогда программа пытается сделать так, чтобы не было потери данных. Говорим Apply. И вот картинка, которую мы с вами получили. Цветная, как видите, снятая на черно-белую камеру. С ней можно дальше работать. Конечно, при работе с камерой могут возникать некоторые артефакты, которые хорошо знать в лицо. Ну, и первый артефакт, если у вас на камере появляется какой-то участок с очень большим количеством света, а в данном случае это темнопольная микроскопия, и я специально сейчас увеличил выдержку на камере, чтобы этот артефакт у нас появился. Посмотрите, за раковинами диатом, которые сейчас пересвечены, возникают вот такие полоски света, идущие вниз. Ну, или вот сейчас их еще лучше видно. Это так называемый блуминг. То есть заряд для каждой точки слишком большой, чтобы оставаться в этой точке. Он переходит на соседние точки. Второй артефакт, который я хотел бы показать, касается уже цветных камер по сравнению с черно-белыми. Если мы будем работать с какой-то структурой, которая находится на грани разрешения микроскопа, ну и на самом деле мы с вами подобрали строго по критерию Найквиста, то есть у нас точек на нашей камере ровно в два раза больше, чем оптических точек, которые мы получаем с микроскопа. Посмотрите, здесь слева изображение, снятое на черно-белую камеру на микроскопе, справа на цветную. Действительно, вот эти ячеечки, которые мы видим с вами слева, справа тоже видны, но они видны разными цветами. Если вы помните, у камеры с матрицей Байера каждые четыре точки имеют на себе несколько светофильтров. Два зеленых, один красный, один синий. И так как у нас вот такое вот изображение черно-белое, дальше алгоритм немножко сбивается и не может присвоить правильно цвета этим точкам. Но на самом деле получается, что на цветной камере, в случае, если мы работаем, скажем, с синим цветом, у нас разрешение как минимум вдвое падает. Ну, а чувствительность падает аж в четыре раза. Давайте посмотрим относительно потери чувствительности и разрешения для цветных камер с матрицей Байера еще на одном примере из прошлого занятия. Это клетки, флюоресценции, и мы их будем с вами снимать на две камеры, установленные на этом микроскопе. На цветную и на черно-белую. При одинаковом увеличении одинаковой яркости света, то есть у нас будет все одинаково, за исключением выдержки. Мы будем менять выдержку, чтобы яркость картинок была примерно одинаковая. И давайте эти две картинки сравним. Слева у нас картинка снятая на цветную камеру, чтобы нас не отвлекал синий цвет, я сделал ее черно-белой. А справа у нас изображение, которое мы получаем на черно-белую камеру. Обратите внимание, во-первых, на выдержку. На цветной камере, чтобы получить такую же яркость, нам понадобилась выдержка более секунды. На черно-белой 80 миллисекунд, то есть это достаточно быстро. Обратите внимание также на количество шума, которое присутствует на одной и на второй картинке. И обратите внимание на некую потерю разрешения на цветной камере. Понятно, почему количество точек. Мы будем считать, что у нас практически то же самое, но при этом, естественно, каждая точка у нас покрыта своим светофильтром. А так как мы здесь специально выбрали самый неудачный синий цвет для DAPI, то только одной из четырех таких точек в группе мы можем теперь этот цвет детектировать. Ну и еще одной особенностью, артефактом это уже назвать нельзя, цветной камеры является то, что в отличие от нашего глаза, она меряет цвета более точно. И не соотношение цветов, а именно абсолютные значения. Наш глаз меряет соотношение различных цветов, поэтому для нас белый лист бумаги будет белым и при освещении люмисцентной лампой, и при освещении лампы накаливания, и днем, и в тени дерева, где на самом деле все немножко зеленоватое. А камера же, так как она мерит в абсолютных значениях, если мы будем пользоваться ей при неподходящем спектре, например, как здесь лампа накаливания с небольшим накалом, будет давать нам вот такую вот фоновую окраску. Мы можем это исправить, если мы точно знаем какое-то место, которое должно иметь серый цвет. Можем выделить этот кусочек на нашем препарате, и другой клавишей мышкой, нажав на меню, применить так называемый баланс белого. То есть делает программа. Она попытается для каждого цвета подобрать некий коэффициент, на который нужно домножить, чтобы, если мы эти все три цвета возьмем, значения были для каждого цвета примерно одинаковые. То есть в результате для этого участка выделенного мы получили бы серый цвет. Давайте применим баланс белого. И вот мы получили с вами вот такое вот изображение нашего препарата. Так как я рекомендовал использовать для флюорицентной микроскопии черно-белые камеры и последовательную съемку в том случае, если у вас объект не живой, и у вас есть такая возможность снять каждый канал отдельно, то у нас возникает вопрос о том, как теперь эти изображения обратно сложить в полноцветное многоканальное изображение цветное уже, чтобы можно было его дальнейшем как-то обрабатывать, смотреть или помещать в публикацию. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Для начала снимем три канала. DAPI, Alexa 488, Alexa 568. Настроим каждый канал так, чтобы уложить гистограмму как раз в положение, чтобы не потеряли ни ярких, ни темных точек. Так, мы с вами получили три изображения черно-белых, каждый для нашего канала, зеленый, синий, красный, соответственно DAPI, 458 568, Alexa. Ну и давайте я покажу, как в этой программе можно объединить эти несколько каналов в цветное многоканальное изображение. Для этого нужно пойти в изображение, image, цвета, color, и здесь есть merge channels. Где, в принципе, они уже у нас поставлены. И мы можем сейчас включить уже объединенную картинку, как видите, где все эти три флюоресцентных канала у нас теперь объединены. И мы можем дальше с нашими изображениями в таком виде уже работать. Конечно же, снимать каждый канал вручную, потом складывать, подбирать для каждого из них яркость, это не очень удобно. И для того, чтобы простить эту задачу, есть программа обеспечения, которая в случае моторизованного микроскопа может управлять, меняя, соответственно, кубики, меняя выдержку на камеры для съемки каждого канала, ну и упрощая нам этим жизнь. Я предпочитаю использовать вот такое вот бесплатное программное обеспечение. Это микроменеджер, программка называется, 2.0. Она умеет работать с микроскопами разных фирм. Ну, как минимум, Nikon, Olympus, Leica и CES ей поддерживается. Достаточно много разных камер поддерживается, дополнительного оборудования. И я покажу, как при помощи нее можно задать съемку сразу же трех каналов. И более того, как можно настроить камеру для каждого из этих трех каналов. Давайте посмотрим. Здесь мы открыли диалоговое окно получения многомерных изображений. Ну и понятно, что в данном случае, кроме двух измерений X и Y, любое другое измерение, будь то время, будь то каналы, которые мы смотрим, это будет дополнительное измерение. Здесь у меня уже проставлено три канала для трех кубиков. Они здесь подписаны. Вот как раз там есть цвета зеленый, красный и синий. И с предыдущего раза там стоят какие-то значения выдержки в миллисекунду. Давайте попробуем сейчас просто снять наш препарат и посмотреть, подойдут ли нам эти значения. Как видите, у нас снимается канал за каналом. И сразу же в живом видео практически они накладываются на цветную картинку, которую мы теперь можем видеть. И то, что очень удобно, мы сразу получаем для отснятого изображения, для каждого из каналов, гистограмму, на которой мы можем посмотреть, насколько качественно мы сняли наши данные. Так как у нас изображение флюоресцентное, то, конечно, наибольшее количество точек у нас будет черный фон. И если мы будем смотреть в линейном представлении ось, количество точек, ну, это будет не очень удобно. Но мы можем кликнуть наверху на кнопочку и переключить представление оси интенсивности в логарифмический режим, где мы одинаково хорошо будем видеть и точки, которых очень много, и точки, которых очень мало. И посмотрите, сейчас для красного канала мы его снимаем немножечко с пересветом. У нас с правой стороны на максимальном значении есть вот такой вот столбичек, который выскакивает немножечко. Это значит, что мы теряем какие-то особо яркие точки. Для зеленого канала мы не выбираем полностью его динамический диапазон, и можно выдержку немножечко увеличить. Ну, а для северного канала мы сильно не выбираем динамический диапазон, и выдержку нужно увеличивать уже сильнее. Давайте поменяем здесь выдержки на те, которые нам кажется больше подойдут, и снимем это изображение еще раз. Ну, и как видите, сейчас мы сняли наше изображение уже более успешно. Зеленый канал у нас снялся просто идеально. Красный канал, конечно, нужно еще немножечко уменьшить выдержку, чтобы все-таки у нас не было значительного количества точек, которые пересвечены. Ну, а синий канал нам нужно еще увеличивать выдержку, чтобы все-таки весь динамический диапазон, насколько это возможно, покрыть. Так, мы сняли с вами три канала для первого нашего изображения, но, как видите, здесь баланс между каналами очень неудачный получился, во-первых. Во-вторых, давайте оценим качество изображения, насколько хорошо мы его сняли. Для этого мы можем пойти в меню «Анализ», в меню «Гистограмма». Сказать, что мы хотим каждое изображение смотреть отдельно, нас интересует каждый канал. И получить теперь картинку гистограммы, с которой мы можем дальше работать. Вот картинка для синего канала, можем включить живой режим, вот для зеленого, вот для красного. Почему так много точек одного и того же цвета? Понятно, у нас фон в основном черный, это флюоресцентная микроскопия, но в таком виде нам плохо оценивать наше изображение, потому что этих ярких точек у нас по сравнению с черным фоном мало. Что мы можем сделать? Можем включить логарифмическое представление. И здесь увидеть для красного канала, например, вот такую неприятную ситуацию, что у нас точек с яркостью 255, аж 178. А точек с яркостью 254 всего 5. Что это означает? Означает, что у нас здесь есть хвост из более ярких точек, который мы, условно говоря, обрезали. Если бы у нас было больше, чем 255 значения, у нас бы эти значения бы также хвостом сюда и продолжались. И наша задача, конечно, снять так, чтобы данные не терялись. Давайте посмотрим зеленый канал в логарифмическом режиме. Зеленый канал, как видите, у нас очень мало яркости снято. Мы, конечно, можем сейчас сделать яркость и контрастность для изображения, но мы будем иметь с вами всего 42 оттенка яркости. То есть это, конечно, очень плохо. И канал синий здесь тоже, видите, не очень хорошо. Давайте попробуем с вами переснять это изображение и посмотреть, что у нас теперь получится после этого. После того, как мы пересняли изображение, у нас получилась вот такая уже картинка. Давайте теперь для нее точно так же посмотрим, что нас интересует. Но обратим внимание для красного канала, что нас, в принципе, интересует не весь красный канал. Например, вот здесь вот в клетке, где это ярко, нас может не очень интересовать. Нас могут интересовать только персинаптические окончания. И тогда, конечно, мы ищем так, чтобы именно они были сняты с полным динамическим диапазоном, чтобы не было потери здесь данных. Давайте посмотрим на эту нашу отснятую картинку. Анализ, гистограмма, каждую картинку отдельно. Ну и давайте теперь для гистограммы точно так же посмотрим в логарифмическом формате. Ну, синий канал, если мы сейчас вернемся к микроскопу, можем доснять еще чуть-чуть побольше. Как видите, здесь есть еще целый кусок данных, которых просто не имеем. Поэтому можно выдержку где-то в полтора раза было бы увеличить, если препарат это выдержит. Теперь зеленый канал у нас снят вообще идеально. Здесь, видите, ничего не выходит за значение. Одна точка только выпала. Ну, в принципе, одна точка – это может быть и шум. С другой стороны, у нас определение вот такое хорошенькое. Очень мало вот здесь темнового шума, который мы, в принципе, можем при необходимости убрать. Потому что это все точки, даже те, которые должны иметь значение 0, у нас за счет шума камеры теплового. Ну, вот такие значения за эту длинную выдержку приняли. То есть, получается, что у нас 0. Это значение, на самом деле, должно быть порядка 11. Хорошо. Смотрим последний канал, красный. Ситуация стала чуть получше. Хотя, как видите, здесь все равно вот этот кусочек образовался, уголочек. И можно, в принципе, для красного канала, если нас интересуют вот эти пересвеченные точки внутри клетки, немножечко выдержку уменьшить. И таким образом мы можем теперь снять изображение, где у нас для каждого канала не будет никакой потери данных. Мы сможем таким изображением уже нормально с вами работать. Ну, и понятно, второй выход из этого положения – это в камере взять в виде установок уже не 8-разрядное представление цвета, а, скажем, 12, 14 или 16-разрядное. Тогда у нас может уместиться на вот эту нашу шкалу больше отдельных яркостей для каждого канала, и нам будет с ними удобнее работать. Ну, здесь у нас 8-битная камера. Последняя большая тема сегодняшнего занятия – это проверка достаточности разрешения нашей камеры для съемки объектов без потери разрешения. Давайте теперь попробуем посчитать разрешение нашего микроскопа и понять, подходит ли нам разрешение нашей камеры под условия нашей съемки. Прежде всего, исходные данные. Объектив, который мы используем, 100-кратный, но это сейчас не так важно. Самое главное, что у него числовая апертура – 1,4. Как вы помните, я говорил, что для этого объектива важно учесть еще одну вещь. Если вы работаете на микроскопе DMI 6000, который у нас установлен, 100-й объектив у нас со внутренней апертурной диафрагмой. И, конечно, если вы хотите получить большое разрешение, предварительно ее необходимо открыть, чтобы получить вот картинки такого вида. Что нам еще понадобится? Длина волны. Ну, у нас здесь три флорохрома. Давайте возьмем некую среднюю длину волны, пускай будет, скажем, 520 нанометров. И еще нам с вами понадобится вот эта часть, а именно поле зрения. Здесь у нас поле зрения получается 139 на 104 микрона. Ну, и разрешение нашей камеры, если мы будем ее в точках считать, 1, 3, 9, 2 по этой оси, а 10, 40 по этой оси, это точки. Что мы можем сразу с вами сделать? Первым делом, мы можем с вами посчитать сейчас разрешение оптическое. У нас формула эта с вами известна. Давайте подставим в нее числа. И если так прикинуть примерно, то для нашего микроскопа, для этого объектива при этой числовой апертуре этой длины волны, это получится где-то 227 нанометров. Так как у нас это в нанометрах, то нанометры мы с вами получаем. Давайте дальше считать. У нас теперь есть с вами разрешение по... Не, даже не разрешение, а размер поля зрения. И мы увидели, что размер поля зрения у нас был 139 микрон по этой оси, а 104 микрона по этой оси. И нам теперь нужно понять, сколько вот таких вот оптических точек может быть размещено на таком поле зрения. Как это можно сделать? Это просто поделить. Значит, в микронах 227 нанометров, это будет 0,227 микрона. Здесь у нас в микронах дано, поэтому можем просто умножить. Для первого мы можем 139 умножить на 0,227. Получится у нас с вами примерно 612 оптических, которые могут сюда вот так уложиться. Ну и, соответственно, по второй оси давайте посчитаем. Это у нас будет 104, у нас также на 0,227. Это получится примерно... Где-то в районе 458, наверное, точек. Задача у нас теперь простая. Чтобы сохранить разрешение, нам нужно, чтобы каждая оптическая точка была представлена двумя точками камеры. То есть, по Y, по 2. То есть, получается, в итоге, если их смотреть по обоим плоскостям, их, конечно же, 4. А что для этого нужно сделать? Для этого нужно просто домножить вот эти значения на 2. И тогда у нас получается, если мы это с вами сделаем, что нам нужно примерно 1224 точки по X и где-то, наверное, 916 этого точек по Y. Посмотрим на исходные данные, размеры нашей камеры. Наша камера дает 1392 точки по X на 1040 точек по Y. Как видите, полностью укладываемся в этот диапазон. У нас у камеры даже точек немножечко больше. И, в принципе, получается, что в таком режиме работы наш микроскоп с нашей камерой сейчас работает в режиме максимального вообще разрешения. Конечно, если мы возьмем с вами другой объектив и, соответственно, другое поле зрения, то нам нужно будет все это пересчитать. Давайте в качестве такой самостоятельной работы посмотрим другой режим. У нас с вами была в свое время снята картинка на проходящем свете. Давайте посмотрим, что можно посчитать с ней в качестве уже самостоятельного задания. Во-первых, поле зрения и разрешение камеры вы здесь можете достаточно легко посмотреть. Они представлены у нас вот здесь. Объектив. Увеличение нам даже не так ваше. Нам важна числовая апертура. Числовая апертура у этого объектива небольшая. 0,5. Числовая апертура конденсора. У нас тоже 0,5. Соответственно, это будет ТВНА конденсором. Можно будет иметь и данные. И взяв, например, длину волны 550 нанометров, как наиболее подходящее для нашего восприятия зрительного, попробовать посчитать для этого изображения, подходит нам камера, не подходит, достаточное разрешение или недостаточное. Это я оставил на самостоятельную работу. Ну, и так как эта программа обеспечения позволяет передвигать кубики, позволяет передвигать, если столик моторизованный препарат, то, в принципе, можем его использовать, например, для получения многоканальных панорамных изображений тех самых виртуальных препаратов, которые я показывал на предыдущем занятии. И вкратце сейчас о них напомню. Таким же образом можем работать и с флюисцентными препаратами, в том числе и многоканальными. И, как видите, здесь отснята целиком часть височной области коры. И, в принципе, мы можем теперь, если необходимо, приблизиться к любой части нашего препарата. Здесь видны как раз отдельные отснятые поля зрения. Ну, в дальнейшем, уже под большим увеличением, не наш флюисцентный микроскоп, их исследовать, измерять и как-то с ними работать. На этом наше сегодняшнее практическое занятие завершено. Следующее практическое занятие у нас будет уже по конфокальной лазерной сканирующей микроскопии. А на этом я с вами прощаюсь до нашего следующего занятия. До свидания. Удачи.